Так, как я выгляжу? Ну, нормально, нормально. Погнали! Хей-хей, хе-хе-хей, всем привет, с вами Кашлыканалов. Блин, анал. Хей-хей, хе-хе-хей, всем привет, с вами Кашлыканалов, с вами По и я, Полинка. И это новое видео на моем канале. Супер давно я снова не говорила этих слов. Ну, потому что я редко стала снимать видео, я вроде как ушла в музыку, что ли, рэп, дрилл, биты там, все такое. Вот, я к вам сегодня даже без макияжа все смыла, вот только из школы пришла и сразу смываться, сниматься. Смотрите, какие носочки. Сейчас, оп. Я девочка, мне можно. Кстати, мой ник, это как-то, эта надпись как-то связана с моим псевдонимом музыкальным, ЕГЕРЛ. А, надо назвать тему сегодняшнего ролика. Короче, у меня вышел первый альбом на всех площадках, кстати, ссылка в описании. Если не слушаете, не послушайте, оцените, мне прям интересно, что вы об этом думаете, потому что мне более-менее так зашло прям. А, тема ролика. Сегодня я хочу с вами побазарить, поговорить о моем новом альбоме, который на всех площадках вот вышел. И хочу рассказать вам, возможно, даже историю его создания. Я говорила, что хочу вам рассказать, вот как я снимала ролик. Кстати, он более-менее вам зашел по просмотрам, там по времени просмотрам, по лайкам. Ролик, где я читала текст своего, наверное, первого трека. Ну, не первого, ну, первого трека. До этого были такие песенки, а это прям такой трек. Ты хейтер, вот. Можете, кстати, послушать, ссылочка тоже будет в описании. Я там читала текст и, типа, объясняла, возможно, какие-то строчки, потому что там всякие бывают панчи, и, возможно, вы что-то не поняли. Вот. Хотя все настоящие рэперы, музыканты говорят, типа, что размусоливать текст, это глупо, это не нужно. Каждый понимает так, как он хочет. Я знаю, просто многие вообще не понимают, и поэтому не заходят. И поэтому хочется объяснить. Да и, в принципе, нужно же пилить ролики на, вот их, где вы смотрите, YouTube. Базарить, начинаем. Альбом мой, пацаны. Откуда вообще взялась мысль и когда его сделать? Начнем с давно-давно, примерно 19-го года. Ну, 2000, да, 2019 год. Лето, наверное, я снимаю ролики, все хорошо. И мне приходит в голову мысль. Я очень миломан, вот прям миломан. Я люблю слушать музыку, я кайфую от прослушивания музыки. И всегда как-то думалось, типа, сделать что-то музыкальное. И тогда я начала пилить свои песенки, примерно тогда. Возможно, чуть-чуть до я писала стихотворения. Возможно, даже уже их выпускала. Нет, на моем уме нет. В 19-м только первое стихотворение вышло. Ну, вот сейчас что-нибудь вылетит. Наверное, вам на экран. И вы поймете примерно, когда я начала заниматься, в принципе, музыкой. Альбом у меня, конечно, тогда не планировался. И как бы я думала, ну, сделаем песенку. Альбом это, типа, нужно трудиться, работать так много там. Один трек плохого качества, это как бы ничего, мне казалось. А целый альбом плохого качества, это ужас. И я вообще тогда не задумывалась об альбоме. Летом 20-го года я прям задумывалась, типа, альбом. Это круто, это так звучит. Написала альбом, сделала альбом. Ну, понятно, что я его не полностью сама сделаю, как бы. Вот, например, я пока что, может быть, потом когда-то я и научусь. Я пока не умею делать биты. Ну, как я умею делать? Вот, типа, один трек в альбоме, моем, трек, пацаны, парт 1, там мой бит. И поэтому я сделала еще вторую версию, потому что большинству людей, им не очень понравился мой бит. Она тебя не стоит, тоже две части, потому что один человек прислал бит и второй. А текст подходил и на тот, и на тот, типа. Получилось круто, по-моему. Две версии, они вообще разные. И это интересно, в принципе, так изменять треки. Короче, не вместилось у меня все вот этого умения, и биты вот я делать не умею. А все остальное, в принципе, более-менее, и даже сведения на некоторых треках делала не я. Объясняю для тех, кто не шарит. Свидение, это, типа, немножко изменение голоса, допустим, добавить автотюна. Такое-эп-эп. Или, наоборот, такого низкого голоса. Позор какой. Вот, и, короче, летом 20-го года я задумалась о первом альбоме. Но я не хотела его, вот как этот альбом, полностью с нуля сделать. Я хотела собрать треки, которые у меня уже есть. Типа, вот тот же «Ты хейтер», «Мой первый трек» «Страх». В вершине я иду что-то... А, идти вперед. Иди вперед, 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 вперед. Еще парочка у меня была прям написана текста, и к ним только бит нужно где-то взять. На чем уже основывался, короче, вот такое вот дно этого... Дно. Не подходит вариант. Начало этого альбома было, как бы, фундамент, вот. А как бы домик нужно было немножко настроить. И то у меня текст уже был... Текст уже был, нужно было только найти бит и записаться. Это самое малое, как бы. Текст, мне кажется, это самое главное лично для меня. В общем, можно было сделать это. Я все еще планирую собрать свой альбом. Он будет намного больше, чем этот, понятно, больше, чем 7 треков. Потому что я вам уже сколько, 5 назвала? Бля, чего он болтать меня заставляет? Я болею вообще-то на водичке попить. За вас! За вас, мои дорогие! Совсем меня уже заболтали? На чем остановились? А, на альбоме, который я хочу сделать. Он будет называться типа такого, что... Маленький. У многих есть такие альбомы, у многих известных. Просто в этом альбоме треки, которые были с 14 до 21 года у него. А я начала писать музыку пораньше и закончу пораньше. Надеюсь. Кстати, если ты отличный видмейкер, не обязательно отличный, главное, бесплатный присылай мне свои биты. Или договаривайся со мной на пиар, или, допустим, я могу сделать тебе обложку, если ты музыкант. Кстати, обложки я тоже делаю. 30 рублей обложка, брат. Покупай. Ссылка в описании. Только не пишите мне прям в мою группу, как музыканты. А пишите в группу, там буду... Типа, создаю обложки. Я нечестно, чтобы бабла заработать. Нет, конечно. Там бы 30 рублей обложка, это вообще очень дешево. Хочу просто набраться опыта в создании обложек, потому что, в принципе, мне это нравится. И я не знаю, нравится ли другим это людям. И хочу понять и разработать что-то новое в себе. Вот, короче, поработать над обложками. Пишите. Вот. И тогда я хотела создать прям свой альбом летом, в конце 20-го года. Прям большой такой альбомичка. Альбомище. У меня даже где-то, по-моему, список был. Там, по-моему, было больше намного, чем 8 треков. По-моему, 13 или 14. Попозже, возможно, я это сделаю. Возможно, мне будет лень. И нет. А когда пришла мысль именно об альбоме «Пацаны». Когда? Хороший вопрос. Я что-то посмотрела какое-то видео умного человека. И там он говорил, что альбом станет популярнее. Вас будут больше уважать. Ну, как уважать? Типа... Ну, типа, это будет круче, вот одним словом. Как бы, во всех смыслах. Если альбом будет на одну тему. Ну, понятно, что на одну тему огромный альбом сделать очень сложно. И именно тогда я загорелась идеей сделать полностью альбом на тему, на одну тему. И сразу возник вопрос темы. Как бы, о чем именно этот альбом? Глава вторая. Тема альбома. Я долго думала о теме альбома. Пацаны это очень веселые, прикольные люди. И это как-то их даже описывает, в принципе. Пацаны любят повыдумывать. И поэтому даже они часто играют в многие компьютерные игры. Потому что там немножко другая реальность. И как бы, вот, любят пофантазировать. Какая-то у них немножко даже у многих другая часть мозга работает. У многих девочек даже у меня, мне кажется, не работает эта часть мозга в такую сторону. Ну, короче, такой вот фантазерский прикольный трек. Грабим банк. Все такое. Третий трек. Так, ага. Она тебя не стоит. Это про неразделенную любовь. Когда пацанам разбивают сердце. Потому что многие пацаны очень сильно любят. Прям страдают. И прям... Пацаны не надо так. И девочки тоже. Все будет нормально. Вот. Ну, короче, если коротко так. Остальное в треке. Ссылка в описании на все треки моего альбома первого. Не перестану это говорить. Да. Четвертый трек. Пацаны. В этот трек я объединила все про пацанов. Какие они прикольные, понтовые, веселые, любовные, дружелюбные. Тут, короче, там все есть. И пятый трек. Ну, я там объединила некоторые. Как бы, она тебя не стоит две части в одну. Пацаны, а тебя не стоит две части в одну. Ну, и получается пятый трек. Пятый трек «Правила нашего района». Это трек про понты, про дружбу. Именно вот на районе такие пацаны, которые такие гопота немножечко. Вот такие вот. Но и дружелюбные, и веселые, и прикольные, и крутые, и понтовые. Вот так вот, короче, более лучше я объясню. И вы можете понять, послушав трек. А я могу вам объяснить в следующих роликах. Если буду рассказывать все-таки, читать вам текст треков. И объяснять, что, что значит, может быть, даже. Ну, или просто прочитать текст, как бы. Все-таки не все моменты, наверное, очень четко я прочитала. Потому что Стильмаргенштерн вот так вот челочек популярный. Возможно, нихуя не поюли как бы. Да, в таком-то они даже можно материться. Ютуб это не услышит просто, мне кажется. И я, конечно, да, не читала, но все-таки где-то прям. Вот так прямо, прям, прям так. Вот так не говорила, вот так вот. Да, четко, очень. Поэтому, возможно, вы что-то не поняли. Возможно, вам нужно что-то объяснить. В принципе, все основное я уже рассказала. Можете, в принципе, валить. Сейчас будет такая небольшая рекламка для тех, возможно, кто смотрит моё ролик, моё ролик. Или уж моё видео, или уж мой ролик. Моё видео, если вы смотрите. И вы занимаетесь как-либо музыкой. Возможно, вы создаёте обложки для треков. Возможно, вы делаете биты. Или такой же, как я, музыкант, который, кроме петь, даже петь не умеет. Как бы чисто пишется текст. Короче, пиарится в комментариях. Разрешаю, спокойно пишите. И даже тех, кого я сейчас прорекламирую. А рекламировать я буду сейчас никто мне заплатил. Ой, бабки поднимаю с канала. Я ещё ноль рублей, ноль копеек с канала заработала. С музыки тоже вообще нихрена. Единственное, за что я хочу прорекламировать этих людей, потому что они сделали мне крутые биты, крутые картинки. Вот сейчас буду рассказывать. В первую очередь я расскажу о чуваке. Вот его ник. Ссылка будет в описании на его ВКонтакте. Он сделал мне обложку для трека. Вот эту вот. Также вы можете её посмотреть по ссылке в описании. И заодно послушав мой альбом. Так как она сочетается с треками, всё такое. Также он сделал вот этот вот чек-лист, как бы, для моего альбома. И, по-моему, он очень круто делает своё дело. И вы можете, если вам нужно, к нему обращаться. Он очень дёшево делает своё дело. А ещё он, чувак. Вот этот вот. Это Егорка Битц. Я знаю, что он есть в Инстаграме. Где он ещё есть, я не знаю. Ну, можете писать им в Инстаграме. Ссылочку оставлю в описании. Он делает крутые биты. Егорка Битц, соответственно, да. Также он сводит треки тоже неплохо. Его биты. На тебя не стоит два. Его бит. И его сведение. Пацаны. Два. Тоже его бит. И его сведение. Последний трек. Правила нашего района. Крутой трек, если честно. Мой любимый в этом альбоме. Но также ещё трек. Пацаны. На тебя не стоит. Но и остальные треки, конечно же, мои любимые. Но больше всех вот прям по душе. Это прям правила нашего района. Ну и она тебя не стоит. Просто она тебя не стоит. Про любовь. Это так мило. Так приятно. Правила нашего района. Короче, тоже бит вот этого вот. Егорки Битц. Короче, нужные биты. Пишите. Обращайтесь. Крутой чувак. Дёшево делает. И ещё один чувак, который сделал мне бит. Это Персокрит. Он есть вконтакте. Ссылочка в описании. Он тоже делает биты. Делает круто так же. Она тебя не стоит один. Если я не ошибаюсь. Его бит. Трекбанк я ещё не назвала. Так это бит. Бесплатный. Чуваки, всем привет. По старинке записываю окончание роликов. Потому что всё время окончания у меня куда-то удалялись. И продолжаются удаляться. Или у меня кончилось место. Или я не знаю. Короче, конец у меня не записался. Но в общем, если кому-то нужны биты, то заказывайте. Персокрит. Егорка Битц. Обложки. У-х-х-с. У-х-х-х. Короче, вот его ник. Ссылки на всех ребят будут в описании. Там всё будет подписано. Всё будет заебись. Вот. И спасибо вам всё-таки за просмотр. И если вам интересна моя музыка, то ещё в ссылке в описании будет ссылка на мой новый трек. Недавно совсем. Вчера. Вчера у нас было 18-е, по-моему. Да, 18 апреля вышел трек «Счастье». Очень моральный трек. Я планирую снять на него клип. Потому что он, ну, очень, по-моему, такой моральный. Очень можно снять на него очень крутой клип. Если у меня всё получится, я выложу, вы всё это увидите. Думаю, вы даже можете удивиться. Вот. Как я уже говорила, во всём этом ролике вышел альбом. Ссылка на него тоже будет в описании. Ну, и всё. Даже в описании оставлю полную ссылку на Bandlink. Ну, там, типа, все мои треки будут просто. Вот. Чтобы все ссылки не указывать. Наверное, я так и сделаю. Только одну ссылку. Вот. Укажу. И всё. Там, кому надо, зайдут. Кому не надо, не заходите. Ну, вот. И всё, в принципе. Спасибо, что меня смотрите. Спасибо, что ждёте ролики. Потому что они выходят очень редко. Ну, вот. Наконец-то я выпускаю ролик. Потому что очень давно не выпускала. И очень долго пришлось монтировать этот ролик. Я чуть не померла. Это прям капец. Вот. Ну, и всё. Я вас люблю. Ждите. Скоро будет новое музло. Возможно, новые ролики. И всё будет у нас хорошо. Главное, не грустите. Ну, и всё. С вами был канал СВАМПО. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А с вами был канал СВАМПО. Всем удачи. И всем пока. Пока-пока. Всё по столинке. Кого-кого на душе не бушевало. Вьюга кого жизнь не крутила. Как-то при фулуга я не знаю таких людей. Получается жизнь мука.